Что значит, они будут до конца придерживаться татус-кво? Ковкова и чего конца? У всех концы могут быть разные. Как сказал недавно Герман Греф, конец всегда приходит сзади, поэтому его не видно. Понимаешь? Цитата-то, в общем-то, дословная. Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня на связи Владимир Баглаев, наш друг, директор Череповецкого литейно-механического завода и член Генерального совета партии дела Владимир Николаевич. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи, друзья, те, кто нам сочувствуют и приветствую, в том числе и тем, кто нам не сочувствует, тем, кто нам не друзья, а пришли написать какую-нибудь гадость. Все равно всем здравствуйте. Вот. Ну, мы начнем с того, что, наверное, всех сейчас волнует. Вот эти боевые действия, я уж не сбегаю названия спецоперации, это действительно уже на девятом месяце, это в проекте война с НАТО. Мы не можем обойти, конечно, этот вопрос вставления Херсона. Мы уж, как говорится, на нашем канале с военными экспертами показали со всех сторон, что военной логики здесь нет никакой, это только вред. Вот. Но, тем не менее, это случилось. И вот теперь что-то вопрос. А вот куда денутся эти 40 тысяч освободившихся штыков в ИСУ? Где эта гиря может ударить? От этого, на самом деле, зависит все много. И экономика, между прочим, тоже, и наша жизнь с вами. И по логике вещей это, собственно говоря, вот на запорожском направлении. Угроза явно, так сказать, того, что они попробуют сейчас пробиться к морю. Что резко ухудшит положение, так сказать, наше. Но не знаю, Владимир Николаевич, а вы как смотрите на эти проблемы? Ну, смотрите, Максим, у меня тут два момента, которые я хотел бы изначально обозначить. Первое. Я не хотел бы, как человек, который все-таки больше последнений проводит в тылу, хотя у меня есть, конечно, я офицер ПВО, но сейчас я все-таки экономист, там, точнее, производственник, так будет правильно. Может мне слово, экономист, честно говоря, не очень сильно нравишься. Я его в последнее время воспринимаю даже немножко как плохое слово, потому что ничего хорошего, а нынешних экономистов я сказать не могу. Поэтому, честно сказать, я не очень хотел бы обсуждать военные вопросы по одной простой причине. Значит, я могу согласиться с экспертами, которые у вас выступали. Да, они между собой так иначе моменты разбирают, но с кем мне не приходилось из военных экспертов общаться, ведь далеко не каждый, даже те, кто понимают, что происходит, и даже где-то, по большому счету, ну, могут сказать резко, понимая, что критиковать руководство армии в ситуации, когда идут военные действия, даже если тебе она сильно не нравится, нельзя, не потому что там политика не нравится, а потому что, вообще говоря, в ситуации, когда идут военные действия, неправильно командира критиковать просто потому, что это возникают дополнительные риски для того или иного военного, скажем так, объединения. Поэтому я не хочу прийти к кровати военных, тем более, что все военные, с которыми я общался, так или иначе, нынешние, прошлые, ну, в целом говорят о том, что не было военной необходимости для того, что произошло. Я в данной ситуации больше склонен смотреть на то, как живут гражданские. С этой стороны, с той стороны, честно говоря, для меня не очень, говорится, хотелось бы обсуждать, ушли и ушли. Вопрос следующий. Про гражданских. Те гражданские, которые сейчас в Херсоне, вот вроде бы эвакуарств объявляли там и все остальное, было видно, как расправлялись с людьми, которые были заподозрены в лояльности к России и получили русские паспорта, что с ними сделали в Изюме, мы это все видели. Никто это не скрывал. Кстати, сейчас, насколько я понимаю, уже и официальные власти в Херсоне, они не стесняются, выкладывают то, как происходят соответствующие мероприятия в самом Херсоне. То есть, у меня вопрос стоит тоже в том, а мы как собираемся с населением на этих территориях вообще находить общий язык? В любом раскладе, в будущем, в прошлом. Мы же, ну хорошо, кто-то ушел из Херсона, эвакуировался, а их родственники остались там, и они попали под соответствующие мероприятия. Давай откровенно, Максим, я не хочу по углам ходить, у меня в свое время, долгое время, моим первым заместителем был выходец из Донецка. Мой первый заместитель. Соответственно, когда ситуация началась в 2014 году, ну, опять-таки скажу откровенно, по-всякому было, и поэтому мы, люди, которые были обездолены, без работы, без жилья остались, мы помогали им найти, как говорится, новый угол у нас в городе, давали работу, пытались создавать для них условия. Вот, и я примерно представляю, в чем, думаю, человек, который вчера еще ходил на работу, там, дети ходили в садик, все остальное, а потом вот то, что произошло, и вот смотрите, вот вы ушли из Херсона, вы эвакуировались, у вас нет жилья, у вас туманной перспективы, врачи родственники остались в Херсоне, и с ними поступили так, как поступили сейчас. Вы кого назначите виноватым? Так, у себя, глубине в душе, не для телевизора, не для газеты, а у себя в душе, вы кого виноватым назначите, получив русский паспорт, и все остальное. То есть, скажем, неоднозначный ответ. Ну, согласитесь, неоднозначный ответ. Конечно. Да. То, какие сейчас лозунги, бывшее русское население, русское население в Харькове пишет на своих во дворах, я думаю, тоже всем известно. То есть, это один из самых антирусских городов сейчас стал. А так как мы много работали, сотрудничали с Украиной, примерно ситуацию я знаю. Поэтому для меня вопрос того, что мы оставляем ту или иную территорию, в том числе Херсона, он возникает вопрос доверия того населения, которое мы хотели освободить или как? Есть вопросы. Это один момент. Дальше. Вот. То, что мы там делаем. Я скажу опять-таки. В рамках того противостояния, которое мы видим, с той стороны явно есть монолитное, уже сложившееся направление, уже практически народная война. Против кого? Против нас. А мы не начали. А именно потому, что мы не начали, против нас пошла народная война. А если бы мы начали, это была чья народная война? Хотя у нас что? Непонятно. И в данной ситуации, конечно, вопрос неоднозначный. Ну, мы со всех наших тарелок сейчас просим переговоров. Украина не хочет переговоров, мы просим переговоров. А мы примерно представляем, о чем мы хотим в нашей переговорной позиции от противной стороны Зелевского. Вот, предположим, Зелевский там чем-то укололся, ударился головой об угол и перестал от нас требовать возврата там областей четырех. Крым перестал требовать и еще отдал нам Кимску в лучшую подарок. Предположим. Ну, и что дальше? Мы поставили границу и цель единофикации мы решили? Или мы понимаем, что с той стороны будет невероятно, жесточайшей ненавистью антирусское государство? И уж точно не демилитаризованное. Поехали дальше рассуждать. Но получилось нехорошо. Мягко скажем. Людей положили с обоих сторон. Без вопроса. Дальше. Это была ошибка или что? Дальше тоже хороший вопрос. Понимаете? Потому что я скажу, что когда идут такие действия, ты находишься на стороне одной из воюющих сторон или одной из сторон, каждой из которых проводит какую-то странную операцию со своей стороны против другой стороны, то понятно, что ты не можешь критиковать или там говорить неправильные вещи против своей армии. Это твоя армия, ты должен ее поддерживать. Совершенно не важно в данной ситуации все остальное. Потому что вопрос выживаемости стоит для обоих стран. А мы армию критикуем. Мы армию, Владимир Николаевич, не критикуем. А дальше возникает вопрос. Вот если сейчас отбросить все эти моменты, то, что происходит, у меня сразу момент возникает, непростой момент. А какие вообще цели стоят? Из того, что я вижу, из того, что я вижу, вот эти вот странные соглашения, то, как принимается решение о оставлении Черниковской, Сумской области, Киевской области, и как потом ушли там с разных островов. Зерновые сделки, как сейчас идет обсуждение вокруг аммиакопровода, каким образом сейчас пытаются в зерновую сделку, которую продлили на 4 месяца вставить, возможность транспортировки через воюющую территорию, через аммиакопровод, так сказать, аммиакопровод дружбы, Тольятти, Одесса. Я уж не говорю про другие дружелюбные газопроводы, нефтепроводы. Что происходит? И как люди, через которых прошел фронт туда и обратно, что они по этому поводу думают? И главное, а вообще-то может закончиться в ближайшее время каким-то образом? Каким-то миром, каким-то репарациями, чем угодно. То есть, хорошо, ну, закончили, репарации платили. Не важно. Вот какая-то страшная капитуляция. Ведь ничего ведь не заканчивается. Даже с этими моментами ничего не заканчивается. И дальше возникает простой ответ на этот вопрос. А что произошло у вас на самом деле? Я прекрасно помню свои мысли по этому поводу. А у меня хватало, в общем-то, соответствующего общения, достаточно широкого круга. Все-таки у меня широкий круг общения не только в стране, в нашей. И мне тогда уже было понятно, что цели операции и главные цели операции это не цели там Украины или цели России. Они говорят, они стоят намного дальше и смотрят намного дальше. То есть, это формировался такой огненный пояс вокруг России, который отрубал Европу от наших энергоресурсов, от наших материальных ресурсов, чтобы обеспечить уничтожение индустрии Европы. И, в принципе, по большому счету, надо сказать честно, что так или иначе этот вопрос решается достаточно успешно. Ну, смотрите, что можно по этому поводу сейчас уже смело сказать. Значит, Европа однозначно потеряла... Да, она может показывать по статистике, что ВВП у них как бы не растет, но дело не в том, какую он у цифр ВВП себе рисует. Важно другое. Реальное промышленное производство в Европе рухло. А мы с вами знаем прекрасно, что на любой территории, будь то Россия, Украина или там Европа, будь то туземцы или самые развитые, там я не знаю кто, китайцы, уже сейчас можно потихоньку так говорить, источников существования, хорошей жизни, благосостояния, там только четыре. Первый – это природная рента, второе – это производство, добавленные стоимости, и то и другое надо как-то между собой распределять. Третье – отобрать у соседа с помощью обмана или военных действий, и четвертое – занять у соседа. Все. Вот четыре источника благосостояния. Значит, напомню, что согласно докладу, который я присутствовал, был в нашей Госдуме, из 20 миллиардов евро в год, которые Россия поставляла энергоносители и материалы в Германию, Германия изготавливала продукции, товарные продукции с добавленной стоимостью 2 триллиона евро. Понимаете, да? Соответственно, если и такого рода материалы не поставляются, значит, к распределению источников существования тоже Германии других стран становится меньше. При этом мы понимаем, что с сырьем материалы в Индию и в Китае мы водим все больше и дешевле, а в Европу все меньше и дороже. Поэтому с точки зрения цели 92 Европы все будет предельно понятно. Еще немного, и реально Европа никогда уже голову не поднимет. Это понятно. С другой стороны, на мой взгляд, вот если мы говорим о каком-то противостоянии, а мы же пытаемся сказать, нет, ребята, вы не думайте, это никакой не договорняк, это что-то другое, это просто нам не повезло, это просто Украине помогают западные страны, они такие нехорошие, они их снижают оружием, оружие растекается террористам и всем остальным. Давайте немножко просто поставим по-другому. Итак, у нас сейчас противостоят друг другу две системы. Кто-то же друг другу противостоит, почему-то же люди гибнут, почему-то все проблемы возникают. Вот у нас противостоят друг другу две системы. Одна система управления в России, другая система управления на Украине. Ну, это первая версия, первый вариант. Получается, а чем у нас система России и управления отличаются от украинской? И там, и там олигархи, и там, и там частное собственность, это производство лежит в основе всего-всего-всего. Более того, российские все наши верхушки подтверждают преданность антиплановой экономике, рыночной экономике, всем этим делам, тогда возникает вопрос. А если мы оставляем территории при одинаковых системах, у нас просто в той системе более грамотное управление или нет? Ну, возникает и первый вопрос, если это первый сценарий. И так обидно становится, что выпускник театрального училища руководить страной маленькой более эффективно, чем большая страна управляется выпускниками других, более перспективных, скажем, для управления училищ. Тогда мы эту идею как бы откидываем, считаем, что она неверная, и говорим, нет, все не так. На самом деле система, которая есть в России, плохая или хорошая, она противостоит системе управления глобального Запада. И вот это проблема, которую надо решать. Допустим, действительно, система управления ресурсов больше, всего больше у Запада и по экономике, и по возможностям, безусловно. Противостоят друг другу две системы. Система управления нашей страной, система управления объединенного глобального Запада. Но вопрос сейчас не в том, какие у нас шансы. Вопрос в том, а вообще, если мы встроены в систему управления, у нас же все правила управления нашей системой написаны не нами. Они написаны как раз теми структурами, против которых мы сегодня обозначили свое противостояние. Скажите, пожалуйста, а кто-то серьезно верит, что играя по чужим правилам, на чужом поле, чужими судьями, можно рассчитывать на какие-то успешные достижения? Тогда вопрос возникает простой. Вы понимаете, что единственный вариант в этой ситуации сохраниться, как стране, это выйти немедленно из тех правил, по которым мы живем и работаем. Потому что это их правила, это их указания, это их нормативы, как вы хотите их противостоять. Поэтому выбирайте любой сценарий, первый или второй, и там и там необходимо принимать какие-то решения. А что мы по факту видим? У нас что, и приходят какие-то... Мы выходим на каких-то международных... Нет, не выходим. Мы меняем систему управления в стране? Нет. Ну вот мы послушали о том, что у нас какой-то комитет управления военными заказами возник, и даже там какая-то плановость должна появиться. А у меня возникает вопрос. Ребят, вы представляете, сколько входит комплектующих в ту или иную сложную технику? Я когда-то вот работал на белорусском автомобильном заводе. Вы знаете, сколько входит комплектующих и изделий в самосвал 131 модели? Это 130 тоник. Я вам скажу, 370 тысяч денег из изделий, комплектующих входит в ней. Вы серьезно считаете, что можно пропланировать на такое количество предприятий, а участников процесса, но там из них 2, 3, 4, ну пускай 10 попадают в Ростех, а остальные нет. Остальные живут в обычной токсичной рыночной экономике. Их уничтожают Сберы, ВТБ и все остальные нами любимые банки. Хотя, по большому счету, это инструмент Центрального банка. Через них Центральный банк уничтожает эти производства. Это просто как механизм. Потому что уже Герман Горев смолился и сказал, ну что же делает Центральный банк? Даже мы Сбер не можем сегодня себе позволить передавать промышленность. Такие регламенты нам не перешагнут. Если уже Сбер не может, то подникает вопрос, а что тут вообще остается? И при этом Эльвира Шагиддановна говорит, ребята, ну у нас, конечно, в стране полное ай-яй-яй. Я считаю, необходимо обеспечить структурную перестройку экономики в стране. Серьезно? Эльвира Шагиддановна, вы созрели перестроить экономику страны, сделать структурную перестройку? Хорошо, давайте посмотрим, что же вы нам предлагаете. Вы нам предлагаете в следующем году увеличить кредитование корпоративного сектора экономики на 7 или, может, если повезет 12%. При промышленной инфляции 15% вы выше. То есть, по факту, вы собираетесь снизить объем кредитования. А дальше вы говорите, у нас структурная перестройка. Подождите. Тогда объясните, а какая цель структурной перестройки? Усложнение или упрощение? Потому что, если вы хотите сделать нас более технологичными, заместить кредитический импорт, вы должны хотя бы оборотных средств добавить, а вы их изымаете. Если у вас какая-то цель есть, то развитие. К этой цели должны быть подцели, мероприятия. За каждым подцелем мероприятия стоят сроки, отверственные и ресурсы. Если ресурсов на выполнение цели вы не даете, вы не можете ничего сделать. Нереально. Но вы же не только не даете, вы забираете те, которые есть, прикрывая словами, что вы даете. Дальше тогда возникает вопрос. Если у нас своих целей, задач нет, а вы только что сказали, что у вас тоже на своих выступлениях, что ситуация крайне неопределенная, и вы даже предсказать не можете, что будет дальше. Значит, в отношении своих планов. Тогда возникает вопрос. А чья целевая программа структурной перестройки российской экономики будет нами исполняться? Если это не наша программа, если мы у себя ничего не собираемся по этому направлению делать. И если это чужая программа, чужой план перестройки российской экономики, мы можем рассчитывать на то, что речь идет о развитии технологий и импортозависимости снятия, так скажем, в России. Я же не опираюсь на какие-то выдумки, я опираюсь на вполне конкретно официальные заявления руководителей наших организаций. А что, никому такого рода сопоставления в голову не приходит? Я что-то вытащил из табакерки какой-то скрытый смысл этих посланий? Но они же говорят. Распасы Европы, Евросоюз и, возможно, Российская Федерация. Они уже рассчитывают, мы читали доклады Ренда, на переток туда только из Европы 9 триллионов активов, мозгов, технологий, предприятия, которые хотят инвестировать в Соединенные Штаты. Херсон скорее показывает то, что мы идем по чужому плану и, соответственно, к бездне. То есть даже здесь мы действуем вопреки. Мы как орудие в чужих руках, получается, выполняем чужой план. И хорошо было бы услышать, вот я, Владимир Николаевич, слушаю вас, хорошо бы услышать какой-то замысел или программу таких, так сказать, победы в этих новых условиях, так сказать, отказа от участия орудия в чужих руках. Но послание перенесено на следующий год, мы не можем. И я совершенно с вами согласен, цели демилициализации, деноцификации ушли. Все построено так, чтобы Украина была еще более нацифицирована, бандеризована и еще более милитаризована. И вот сейчас, наверное, в эти месяцы и должно, вот сейчас точка такая бифуркации. Либо мы услышим сверху внятный разговор о том, куда мы идем, что мы строим, как мы будем управляться, какая экономика будет, и как у вас замысел этой операции. Либо мы обречены дальше быть орудием, а орудие будет использовано и дальше его выбросят. Оно должно распасться. Вот моя уверенность. Не знаю, как вы на это смотритесь. Ну, смотрите, я работаю по фактам. И, конечно, эморции в логике, они плохо себя рекомендуют. Я рассмотрю на то, что происходит. Значит, мы с вами проговорили про АТО, будет ли работать аммиака провод дружбы Тольятти и Одесса, пойдет ли зерно, наконец, за пределы России, только украинское будет продаваться через их порты, а мы будем охранять их караванных судов. Я сейчас вот простой пример приведу. Когда мы Херсон наставили, произошло интересное событие. Лондонская биржа металлов сказала, что она не будет лишать права возможности торговать российскими металлами, никель, алюминий и все остальное на Лондонской бирже. Очень интересный момент. Как бы это помягче сказать, дело в том, что мы ведь работаем со спецплавами, то есть наш завод механический, машиностроительный завод, но у нас есть литейные переделы. В литейных переделах, ну, так скажем, спецплавы, в том числе и с никелем. Никель – это не простой металл. Никель – это металл войны. Ну, все поняли, о чем идет речь, да? Никель – это металл войны. Кобальт – металл войны. И это оборонный металл. Так вот, в тот момент, когда стал вопрос, что Лондон, скорее всего, запретит работать с российскими металлами на бирже Лондона, произошла вполне себе понятная рыночная ситуация в Лондоне. Цены на никель, на Лондонской бирже выросли. На оборонный металл в мире выросли цены. Казалось бы, вот она удача. Теперь, теперь у России для нашей оборонки появится возможность более дешево изготавливать то, что необходимо нашей армии. Верно? Хорошо? Даже не спали цены, наоборот. Открыли доступ к Лондонской бирже металлов. Нет, я о другом. Вы спешите, понимаете? Вы уже финиш, а вы всю красоту картинки так не увидите. Так вот, в этой ситуации, когда у них, из-за того, что они сами себе перекрыли поставки дешевого никеля из России себе на Лондон, по идее, у нас в России должен быть избыток никеля. И, соответственно, цена на никель, на нашего дебрака, должна упасть. А вот вы не угадали. Дело в том, что наше, так сказать, почти российское предприятие норильского никеля, его дистрибьюторы, тоже подняли цены на никель в соответствии ровно с котировками Лондонской враждебной биржи металлов. И для наших предприятий, в том числе оборонного комплекса и всего остального, цены на никель выросли, при том, что их стал избыток в соответствии с котировками Лондонской биржи. Опа. Дальше возникает вопрос. Мы точно с кем-то там находимся в противостоянии? Мы точно имеем свои планы и возможности и пытаемся там, где у нас есть наше преимущество, их использовать и не допустить нигде преимущества, которые есть у Запада против нас? Если сырье – это наше единственное преимущество, если мы в технологии отстаем, так на сырье надо это преимущество развивать. Почему у нас оборонные металлы растут в соответствии с Лондонской биржей? Что происходит? Можно ответить. А дальше произошло, как вы правильно заметили, ну, совпадение не более того, как очередное 111 совпадение, не, 119 совпадение или 911 совпадение, какая кому больше нравится цифра, оставление Изюма или Херсона, там тоже цифры очень интересно совпадают между собой. Совпадение. И вот мы Херсона оставили, и Лондон сказал, все, ребята, теперь можете торговать российскими металлами на Лондонской бирже. Так, цена на Лондон не упала, естественно, сразу, и в России она тоже упала. Дальше просто возникает вопрос. Ребят, мы сейчас кому хотим достучаться? Я пытаюсь понять, вот этот простой, одинарный, одиночный факт, не надо других, там, 10, 20, 100, кто-нибудь, вот на этот самый простой, очевидный, легко проверяемый факт, по промышленности, по металлам, кто-нибудь, в Минпроме, там, в Минобороне, где-нибудь, скажите, что это было? Это правильно? Так и должно быть? Мы ничего нигде не перепутали? И когда мы говорим, а давайте мы что-нибудь разумного предложим, давайте? А кому? Вот этот факт, он же, он что, секретный, скрытый? Кто-то его не заметил? Ведь это же не то, что вот ни одно предприятие не заметило, и только я сижу там на своем заводике, ты смотри, какое совпадение, ай-яй-яй-яй-яй. Это же известно любому производителю, который использует в своем производстве спецстали и спецсплавы, любому. И что? Кому-то надо глаза открыть? Скажите, кому? Где тот глаз, который закрылся? Куда постучать? Куда написать? Уже некуда. Владимир Николаевич, уже некуда. Я уже не рассчитываю на то, что можно на кого-то достучаться. На Восборский клуб, вот буквально сколько, на днях провел откровенное заседание. Проханов прямо сказал, катастрофа уже созрела. Это было за сутки до оставления Ильюма. Когда эксперты собрались, отнюдь не те, кто там у Скобеевой сидит, а очень умные люди, которые сказали, ну, советовать что-то этой элите бесполезно. Она вся вот такая офшорная, трофейная, мародерская. Вот это для нее привычный, собственно говоря, стиль жизни. Она и пытается его сохранять даже в ходе вот этой военной операции. Поэтому нет. Нет, моя я выполняю сейчас просто долг некого доброго гражданина. Мы обязаны, когда, собственно, идет война, мы должны, обязаны хотя бы предложить что-то. Но я себя не тешу иллюзиями, что это будет воспринято кем-то. Потому что, честно говоря, ценообразование на металлы внутри страны, а это давняя беда, от нетбэк, так называемых. На сырье. Не на металлы надо. Вообще любое сырье. От электроэнергии, от газа, от нефти, от всего. Почему мы привязываемся к международным котировкам? Я этого понять никак не могу, если мы пытаемся противостоять. Или мы воюем с кем? Вот вернее, как воюем. Или мы защищаем, пытаемся освободить свою территорию, захваченную от кого? Даже не смешно. Это уже сарказм, который... Я не знаю. Но, опять-таки, вот вы говорите, имперский клуб. Ну, когда он организовывался, были надежды на то, что это будет какой-то... Ну, я там... Правда, я не член, ни разу там близко не ходил. Но я слышал про этот клуб, что там где-то стоят эксперты, какие-то там интересные моменты прорабатывают. И какие-то фамилии я от участников слышал, что там кто-то есть из тех, кто может там достучаться. Но, честно говоря, не очень понимаю. Но, опять-таки, Максим, давай так. Мы же с тобой вместе были на этом камерном заседании возможное возобновление Московского экономического форума, да? И вот о чем мы там говорили, те эксперты, которые к технологии промышленности, к экономике, наконец, с полей. Мы говорили о том, что в предыдущее время власть полностью игнорировала любые рекомендации, которые эксперты от промышленности и экономики предъявили. Более того, ни одного приличного первым так человека-эксперта к нам не потому, что кто-то был против. Потому что все понимали, что любой министр, замминистра, который придет на этот форум, он покажет себя антилибералом. И это будет конец его карьеры в нашей стране. Да? Об этом говорим. Понимали? Поэтому в какой-то момент этот форум перестал проводиться, потому что рекомендации о том, что надо сделать со страной, чтобы она просветала и развивалась, а это эксперты были, мягко скажем, не студенты там, и не какие-то там... Люди были заслуженные, с почетными делами, и в том числе и те, кто добивались серьезного успеха в руководстве и подъятии экономики таких стран, как Китай и Япония. Поэтому рассказывают, что там кто-то странный пришел, было бы мягко, скажем, глупо. А вот наших не было никого, из тех, кто... А вот сейчас мы решили, что будем возобновлять этот самый московский экономический форум. А почему мы считаем, что сегодня эти рекомендации будут услышаны? Вот моя позиция, что если мы противостоим кому-то, и мы говорим, что одна из проблем, в которой мы противостоим, это определенная продажная, не наша, не российская, так скажем, антироссийская прослоечка кого-то тут внутри, в том числе в управлении, то давайте посмотрим, а кто придет к нам на форум из патриотических руководителей министерств? Или все опять побоятся засветиться в антилиберальном лагере? Тогда у меня возникает вопрос, если у нас не будет ни одного министра на наших заседаниях форума, ни одного вице-премьера, это о чем будет говорить? Не о том ли это скажет, что у нас нет команды вверху среди нашего правительства, кто бы мог обозначить направление отечественного, так сказать, патриотического развития? То есть, на мой взгляд, к моменту, когда этот форум будет организован, ситуация будет такая, что отступать будет некуда, сейчас тяжелых некуда, а там уже будет точно непросто. И решение принимать однозначно придется. И вот мне вот интересно, на самом деле, в тот момент у нас появился сигнал свой-чужой, для себя я уже понял, те, кто из руководителей министерств и ведомств придут на форум и будут готовы выступать на нем, как люди, которые заинтересованы в том, что надо что-то делать для спасения страны, для меня это сигнал свой. Если кто-то побоится, так скажем, не придет, а мы напомним, что этот форум, это антигайдаровский форум, если так уж честно говорить, ну, что там открывать, тогда это, в сути дела, будет присяга этих людей, которые не придут, ценностям того, гайдаровского форума и тем самым пятым колонн. И тогда возникает вопрос, вот этот форум, это будет как индикация, это клакусного бумажка, а вообще говоря, вверху остались силы, которые готовы за страну биться. Поэтому в какой-то мере, при том, в общем-то, не очень приятном самочувствии состояния, которое мы сейчас все имеем после вершинских событий, я для себя вижу два момента. Во-первых, однозначно никаких упадочных настроений, мы продолжаем делать то, что делать должны, это первое. Второе, мы должны понять, кто и кто. Вот хватит гадать свой, чужой, а то нам тут дали две-три фамилии, которые вот там в блоке экономическом, это вот плохие. Ругайте их всех, там, этих, Силуанова, Набиулину, вот плохие они, их ругайте, хоть там оплюйте их с ног до головы, никаких вопросов нет. Правда, мы их снова переназначим к всей думой, народной, а потом снова ругайте. А вот я хочу понять, кто придет на этот форум. Пускай Набиулину придет, на Московский форум и расскажет свою позицию, почему так. Пускай в открытой дискуссии, понимаешь, легко дискутировать ей с Силуановым, у которых, у них нет серьезных оснований для дискуссии. А пускай она мне расскажет, почему при снижении коэффициента М2 монетарного у нас должен вырастить объем производства в полтора раза. Каким образом это произойдет? И пускай она мне нарисует это вот действие в три слагаемых или там множителя на доске. Как она это сделает? Ну, понятно, не придет. Кто придет? Кто расскажет? Вот, поэтому я настроен на то, что этот форум станет индикатором, серьезным индикатором. Если в этом на индикаторе кажется, что кроме оставшихся случайно недобитых директоров машиностроительных заводов никого не будет, то вот это будет тогда уже, конечно, печально. Но тогда тем более станет вопрос, ребята, а что вы начали 24 февраля? Вот тогда точно станет вопрос, есть ли вообще никто из руководителей страны хотя бы какого-то уровня не придет на московский форум и не объяснит, что мы должны делать национально ориентированные производительные экономические силы? Вот это будет, конечно, серьезный сигнал для всей страны. Нашим зрителям пояснить, что московский экономический форум будет работать в апреле. Ну, это одна из версий, Максим, потому что есть подозрения и опасения, чтобы это не было поздно. Валерий Николаевич, я тоже скажу на чистоту, хотя и очень осторожно. Я достаточно хорошо знаю эту, в кавычках, элитку. Я видел первых его представителей еще осень 91-го года, будучи уже журналистом центральной газеты. Я в качестве отдаю себе отчет, кто они такие. Я думаю, что они будут сохранять статус-кво до последнего. Они не хотят ничего менять, скорее всего. И на московский экономический форум, даже если он состоится, они вряд ли придут. Они будут до последнего вести этот курс, потому что понимают, что новая индустриализация это смена элиты, смена как целую вожаков, это точно. Я поэтому я и вас записываю, и участвую в экономическом форуме только с одной целью. Я понимаю, что рано или поздно это все равно придется делать. Но нужно представлять, даже если в экстренном варианте придется спасать страну, а я допускаю этот вариант, зная, как загнивала КПСС, как она до последнего ничего не хотела менять, как все это начало, прибрежно, как пошло лавиной уже, они ничего не меняли. Я помню, как мой отец с ума сходил от этого. Я вижу некое повторение этого сейчас. Мы не должны дойти до состояния, чтобы пришел новый Гайдар, новый Чубайс или прочее, или новый старый, я не знаю. Нужно иметь программу, что мы будем делать для того, чтобы вытащить эту ситуацию. Да, Херсон это только часть на этом пути, это веха на этом пути. И то, что, извините, город фактически с моей точки разменяли на доступ металлов на биржу из Российской Федерации, сырья. Это одна из версий. Совпадение, Максим. Одна из версий. Мы фейки не будем распространять, это было случайное совпадение. Да, хорошо, это было случайное, но сохранение курса, когда фактически Российская Федерация стала игрушкой, то есть орудие в чужих руках. Это орудие одноразовое, это должно потом разрушиться. Я это вижу совершенно четко. И в конце концов наступит момент, некий момент, когда надо будет страну спасать действительно в экстремном варианте. Для этого и нужны и профессионалы, и программы. Вот, Владимир Николаевич, мое глубокое убеждение, почему я веду Рой-ТВ, почему я спрашиваю, что нужно делать, говорят, ну кому ты там наверху советуешь? Я никому уже ничего не советую наверху. Я считаю, что мы должны создавать свою содержательную программу. Она в любом случае пригодится. Потому что без борьбы, я, честно говоря, не хочу, допускать нового 91-го года, я уже без борьбы остаток моей стороны не отдам. Но надо знать, что делать. И поэтому вы мой желанный гость, как и другие эксперты. Максим, что у нас там на камерной нашей встрече Андрей Паршев сказал, помнишь, он там короткий анекдот рассказал по поводу того, что вот, а что ж тут здесь надо подправить. Как там в зоопарке рядом стояли верблюд и жираф. Анекдот про нашу экономику, так скажем, да. И жираф у Верлюда спрашивает, слушай, Верлюда, а что это у тебя шея кривая? А тут его отвечают, а что у меня прямое? А что у меня вообще прямое? Да. вот здесь продолжая наше, так сказать, общение такое, я тебе как бы замечу момент, что значит мы, они будут до конца придерживаться статус-кво. Какого и чего конца? У всех концы могут быть разные. Как сказал недавно Герман Греф, конец всегда приходит сзади, поэтому его не видно, понимаешь? Цитата-то, в общем-то, дословная. Павел Николаевич, мы, так сказать, с вами привыкли головой на 360 градусов крутить, поэтому мы оглядываемся и видим кое-что, а вот кое-кто не оглядывается. Я имею в виду очень сложную ситуацию, когда вопрос станет о существовании Российской Федерации. Вот по моему пониманию, Максим, я тебе говорю, я не считаю, что надо сохранять статус-кво до какого-то конца. На мой взгляд, мы дошли до этого самого конца. Понимаешь? Уже дальше нельзя. Мы дошли до этого самого конца. И если это это не конец, вы объясните это тем людям, которые попали под линчевание в Херсоне, которые получали в свое время наши паспорта, которым было сказано, что Россия здесь навсегда, вы им объясните, что это не конец. Вы объясните тем, кого в Изюме, в Яму выгребную, в Бульдараме скидывали тело, что это не конец. Им объясните. Понятно? Я тебе скажу, если мы ждем такого рода объяснения, то в некоторых кабинетах конца никогда не будет. Даже в их придет, Владимир Николаевич, как относится к русским в Малороссии и на Украине, на Украине, я надеюсь, я с Монтян сделаю хотя бы короткую передачу, что их рассматривают как людей третьего сорта и расходный материал. Русских оттуда, из Малороссии. Вспомним, как относились к русским после распада Советского Союза. Вот в РФ граждане-то русские, а вот в Средней Азии эти русские нас не касаются. Пусть грабят, убивают, насилуют, унижают их. Отношение в принципе не изменилось, к сожалению. Но мы все знаем, что КПСС тоже сидел и конец до нас не дойдет в высоких кабинетах. Дошел. Поэтому я считаю момент истинный в любом случае наступит. Нет, конечно, хорошим, честным гражданам, патриотам и Максиму Калашникову, Владимиру Богулаеву. Хотелось бы, чтобы сейчас все делалось по уму. И поэтому мы будем предлагать то, что надо делать. Ну, а если нет, ну, в любом случае, Владимир Николаевич, я уверен, что мы с вами не сдадимся и попытаемся отстоять свою страну. Надо же знать, что делать. И мы и обозначаем этот новый курс, который нужно будет прокладывать. тем более в условиях вот такой вот вот этого прокси-войные противостояния, которое все только усиливает. И вот за это... давай откровенно. Значит, насчет того, что делать. Программы индустриализации и соответствующего сопровождения финансово-экономического разработаны детально. Мы же уже, слава богу, в экспертных советах между промышленниками, финансистами, экономистами. Мы же друг друга уже накачиваем этой информацией и ее в программы сопоставляем больше десяти лет. То есть, если раньше это каждый в себе отдельно что-то рисовал, больше десяти лет это положено в огромные труды. Они совершенно хорошо, красиво между собой вязаны и ложатся в серьезные программы. Это же все есть на самом деле. Не случайно, когда партия дела на самом деле не сильно еще могла поднять голову. Мы почему поддерживали в регионах на выборах КПРФ? По одной простой причине. Эти программы практически прекрасно между собой были увязаны. Понимаете? Развитие технологии производства бизнеса и развитие и поднятие соответственно уровня жизни населения и территории. Это эти все вещи на самом деле не надо заново с нуля придумывать. Они на самом деле есть. И есть люди, которые это могут делать. Поэтому вопрос не в том, что пора что-то нового разработать. Это все есть. Что сделать, как сделать известным. Вопрос по-другому. Я не понимаю, почему даже в малой степени, в малой толике в этой ситуации ничего не дают делать в этом направлении. Вот это мне непонятно. Вы говорите до самого конца, до последнего они будут держать. До какого последнего? Что мы на черный день держали наши резервы. Казалось бы, вот наступил черный день. Все, уже чернее некуда. Но когда в современной России был более черный день, чем сейчас? Я не помню такого. Ну ладно, у нас, хотя, какое, ладно, это плохо. Забрали 300 с лишним миллиардов долларов. При этом продолжают ежемесячно выводить капиталы размерами не меньше 20-25 миллиардов долларов. Ежемесячно из страны вытекают. И никто это дело не останавливает и даже не пытается поставить заслон. Наоборот, мы бьемся за то, чтобы увеличить объем безвозвратного вывоза товара из страны. Кто это делает? Понимаешь? И дальше не может вытекать вопрос. Ну хорошо, мы у нас это отобрали, мы продолжаем это. Но у нас какой-то ресурс остался или нет? Остался. Давайте за счет этого ресурса попытаемся наше население поддержать. А вот нет. Вот вам новое бюджетное правило. Что такое новое бюджетное правило? Ограничить доходы бюджета, а излишки этого бюджета отдать валюты дружеских стран? Каких? Вы девальварцию юаня оцените за последнее время? Вы в какую страну будете сейчас вкладывать в развитие в Китай? А вы хотите сказать, что мы от них инвестиции ждем? Так вы же сами в китайские юаня сейчас будете вкладываться по своему бюджетному правилу. Это вы инвестиции в Китай вкладываете, а не в Китай нас. Вы что творите? Понимаешь? Дальше вы с китайскими товарищами пообщайтесь, их отношение к нам. Вот если у кого-то есть возможность пообщаться, поговорите, как Китай начал относиться к России, к нашим лидерам после того, как Россия выпустила сборную на Олимпиаду без своего флага, без своих символов. Вот тогда уже Китай понял, что мы никто. Мы можем себе как угодно рассказывать, что спортсмены долго тренировались, а как же так, они все будут обижены. Мы, ребята, мы страна. И если страна для того, чтобы там 100-200 спортсменов, которых страна в свои деньги готовила, вышли под белым флагом на Олимпиаду, это значит, что мы готовы поступиться ради чего? Своей честью и достоинством. Вы себе можете представить любую другую страну под белым флагом? Я уже не говорю про СССР. Про Иран можете так подумать? Про любую другую страну кто-нибудь может представить себе вышедшую под белым флагом? Наша вышла. Понимаете? Я сам бывший спортсмен, мастер спорта по гребеной экономии. Ребят, я понимаю, всякое бывает в жизни. Готовься к соревнованиям, травмам, все остальное не получилось. Но это не повод. Всякое бывает. И у нас была отмена Олимпиады. Помните? Московская Олимпиада, потом Олимпиада Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес 84. Никто не поступился ни своей честью, ни достоинством. А сейчас это же решение было принято на самом высоком уровне. Мы показали свое истинное лицо. Страна показала. А народ, как ни странно, к этому отнесся в своем большинстве с пониманием. Потому что мы общество потребления воспитали. Есть свои знаки, символы, свои флаги. Нету. Какая разница? У меня на самом деле вопрос стоит следующий. Если кто-то болеет за страну, это, конечно, хорошо. А вот те, кто нами управляют, они болеют за страну и за свой кусочек потребления. Это же граждане мира по большому счету. Вот, Владимир Николаевич, те, кто нами управляет, они те же прозападные либералы в глубине своей души. Вы спросили, когда наступит черный день? Я вам скажу очень охотно. Этот день наступит, когда войска начнут разлагаться, не подчиняться. Ну, вот, как это было в конце 16-го, начале 17-го года, 1900-го. Этот момент наступит, когда в ИСУ возьмут Белгород или в вторницу Белгородского областа. Когда с той стороны появится авиация. Когда внутри силовых структур начнутся столкновения открытые за кормовые источники. Когда начнется экономический кризис, связанный с тем, что газа уже и нефть ты не сможешь получать такие доходы. Да и в мире начнется кризис просто падения спроса на сырье. Когда некоторые региональные руководители начнут не подчиняться команду. свидетельствуют Максим, давай по фактам. А факт следующий. Я сейчас мы уже как бы народ приучили, что бомбежка и обстрел территории Белгорода, Курской и Брянской областей это уже люди привыкли. Все. Ну, понятно. Это области, которые приграничные и случайно долетают по нашим нефтебазам на приграничных областях долетают случайно долетевшие шальные снаряды или беспилотники или дроны. Но последняя информация, которую мы получили беспилотник долетел до Орла, перелетел Орел и уже за Орлом в 13 километрах бомбанул нефтебазу. Это уже без малого 200 километров в глубине нашей территории. Владимир Николаевич. Это что за СВО и пока еще не конец. А докуда должен долетать беспилотник? Чтобы поняли, что уже как бы пора что-то делать. Нет, Владимир Николаевич, беспилотник такого эффекта не создаст. Эффект создаст сапог чужой. И чужой флаг воткнутый, в данном случае с трезубцем, вполне возможно в приграничных районах. Поверьте, это не беспилотник. Это в тысячу раз более действенная вещь. И наконец еще один признак черного дня. Наши предки это видели. Это когда сама верхушка принуждает так сказать главу государства к уходу или к отречению. Это тоже кстати возможная вещь. Достаточно. Я не хочу, чтобы до этого доходило. Чтобы пришел кто и сделал что. Давай так. Ну, а вы Владимир Николаевич, мы с вами одного года рождения. Мы с вами еще в начале 91-го года не ожидали, что будет 19 августа 1991-го года. Вот не ожидали никаким образом. И никаким образом не думали, что главы союзных республик возьмут несколько и принудят главу СССР уйти. Даже один глава РСССР. Помните? Вот так вот если вспоминать историю. История очень, так сказать, имеет особенности доходить до точек кризиса по спирали и взрываться. И поэтому я, честно говоря, ничему не удивляюсь после тех событий. Понимаю, куда могут вырвать нынешние. Но на этот случай мы все-таки уже не такие желторотики, как в 91-м году, и знаем признаки черного дня, настоящего черного дня. И когда черный день сделать белым, черт возьми, не допустить до того, чтобы этот черный день перерос в дезинтеграцию. Вот о чем я хочу сказать. А что делать для борьбы с этим? как в Волоке страна. Вот поэтому мы и пишем программы, собираем форумы, снимаем эти передачи Владимира Николаевича. В этом вижу смысл своей деятельности. Я соглашусь, Максим, что к моменту, когда придется кому-то принимать решение об очередной мобилизации, не только военной, но и экономической, отдавая откровенно про тыловую экономическую мобилизацию, мы даже разговаривать не начали на самом деле. Ну, мы же знаем, что происходит в тылу. не начали, не подошли. К этому моменту очень важно понимать, на самом деле, кто из нас, из тех, кто вверху. Понимаешь, сегодня худо-бедно на фронте стало понятно, кто из командиров к чему готов или не готов наоборот. Кто про штрафился, когда делали те или иные, получали разведдатные при спецоперации, уже примерно понятно. Ну, фамилии назвать не надо и в эти разборки встревать не будем. Вот теперь надо определяться, а в тылу у нас кто и за что. Наверняка свои найдутся соответствующие специалисты, которые могут поднимать за собой людей, свои, так сказать. Да, наверняка, но вот сейчас пока вот этого нет, это все в тумане. Кто-то, кому-то какой-то один министр не нравится, другому-другому, никто из них свою позицию не обратил. Я вернусь к выступлению 22 февраля, когда президент России Владимир Путин собрал совбез и практически под камеру каждый из них выразил свое личное мнение по поводу того, что и как должно произойти. Было так. А вот я считаю, что теперь что-то подобное должно произойти во всех министерствах и в этом стране. Чтобы все должны так или иначе руководители, министры, замминистры, вице-премьеры прийти и сказать вот не тогда 22 числа, когда еще там непонятно было, а вот сейчас, когда страна стоит на краю. Прийти и сказать я за тех или за этих. И после этого будет понятно с кем мы, кто с нами, а кто против нас. Понимаешь? А пока сейчас мы не знаем кто там пятая колонна, кто третья, кто седьмая. Вот пускай не рассчитаются на первый, второй. Согласен. Вот для этого мы должны в наших передачах поставить вопрос. Ребята, определитесь вверху вы кто, вы с кем. И мы тогда определимся, кто мы и мы с кем. Владимир Николаевич, спасибо громадное. Я считаю, что мы-то с вами определились. Вот, я считаю, что я разговариваю с будущим маршалом новой индустриализации. Вот, практик, один из когортых вот этих новых практиков производства промышленников перед вами. Поэтому он и гость на канале Рой ТВ. Вот, мы продолжим эту работу, чтобы там нас не ждало впереди. Владимир Николаевич, надеюсь, что, так сказать, мы еще наметим пути для спасения страны. А у тебя самые 40 тысяч, та гиря ударная, которая освободилась из-под Херсона, она действительно может ударить. Ну, что ж, это ускорит наступление момента истины. Владимир Николаевич, ждем вас всегда на канале Рой ТВ. Спасибо. И до следующей встречи, дорогие друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова